Айе, братва! И вот выходит ролик у меня на канале. Да, это Варзон. Ты наверное хочешь спросить, а где арта? Саня, ну где же арта? Но я решил снять ролик про Варзон и рассказать в этом видео как поднять фпс в игре. И да, спонсором этого ролика является 1хб, где вы можете получить бомбус до 5000 по промокоду ARTA. Ссылка в описании. Этим способом я умудрился поднять на 50% фпс. Поехали! Первое и немаловажное это выключите все сторонние программы, которые у вас включены в фоновом режиме, такие как например торрент. Второе, если у вас уж очень слабый ПК, то советую выключить также и браузер. Дальше переходим уже непосредственно в саму игру во вкладку параметры графика. Выставляем в разделе видео режим полноэкранный. Не путайте, есть полноэкранный без рамок, но нам он не нужен. В разделе монитор выбираем ваш монитор. Видеокарта естественно ставим вашу. Чистоту обновления экрана ставите максимальную. Разрешение визуализации ставим на 100. Это будет четкая и красивая картинка и пропадет у вас всякое мыло. Если у вас уж совсем слабый ПК, то можно поставить и 70. Это вам добавит еще фпс. Картинка станет у вас конечно же хуже, но можно ее исправить с помощью некоторых манипуляций с NVIDIA EXPERIENCE. Это я вам покажу чуть позже. Итак, выставляем 100. Дополнительно, это разрешение вашего монитора. Добавить фпс можно еще с помощью разрешения экрана. Сделать его гораздо меньше. Но картинка будет не такая четкая, но ее можно исправить с помощью опять же NVIDIA EXPERIENCE. Это я покажу чуть позже. Формат экрана авто. Покадровая синхронизация отключена. Это вам добавит еще немножко фпс. Максимальная частота кадров без ограничений. NVIDIA отключить. Повторная установка шейдеров. Нажимаем, обновляем. Отлично. Гамма 2.2. Переходим в вкладки детализации и текстуры. Решение к текстур ставим среднее. Это ваша картинка на мониторе, чтобы она хоть чуть-чуть выглядела правдоподобно и красивая. Анизотропная фильтрация низко. Качество частиц низко. Виды от пули рисунков отключено. Тисселяция отключена. Разрешение карт теней низко. Буферизация локальных теней отключена. Буферизация теней от солнца отключена. Освещение частиц низко. Трассировка лучей DRIX отключена. Затемнение фонового света отключено. Отражение в экране пространств отключено. Входим к эффектам постобработки. Сглаживание ставим Filmic SMA T2X. Если же у вас нет такой функции, то можно поставить SMA 1X. Глубина резкости отключена. Интенсивность Filmic 0. Глобальные эффекты скорости отключены. Эффекты скорости оружия отключены. Зернистость 0. Итак, мы выставили все настройки. Нажимаем применить. ФПС еще не радует глаз. Тогда возвращаемся вверх к разрешению визуализации. И ставим 70. Казаница, когда стоит разрешение визуализации, значение 100. Когда стоит значение 70. Думаю, вы заметили, что картинка стала нечеткой и размытой. Чтобы сделать картинку более четкой, нажимаем Alt плюс Z. Появляется вот такое окно GeForce Experience. Тут нам надо пройти во вкладку фильтры. Нажимаем цифру 1. Добавить фильтр. Детализация. Детализация. Вы можете оставить все по дефолту. Или выставить, как у меня. Также добавляем фильтр. Резкость. Резкость мы все выставляем на 100%. Итак, картиночка изменилась. Вот так с фильтрами. Вот так без. Я думаю, видна разница. Приближается в адрес. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Противник высаживает. Мы добились максимального фпс в игре. Теперь тебе нужна сборка хорошего оружия. Об этом я расскажу в следующем видео. Также не забывай поставить лайк и подписаться. И написать в комментарии, так ли у тебя все по настройкам. Или что-то есть свое, что ты добавил и помогло поднять фпс. Спасибо за внимание. С вами был Артовод. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok